Вернуть ребенку зрение. Восьмилетний Стас, блыщик, едва не ослеп. Зрение мальчика постепенно забирало катаракта. Но у родителей переселенцев из Луганщины денег на спасение сына не было. Жизненную историю расскажут наши корреспонденты. А дальше ты не видишь? Дальше я не видишь. В таблице для проверки остроты зрения левым глазом Стас видел максимум вторую строчку. Хотя до шести лет он ничем не отличался от сверстников. Читал, писал. Потом начали замечать, что что-то не то. Начал спотыкаться периодически. То есть, скорее всего, начало падать зрение. Врачи диагностировали катаракту обоих глаз, помутнение хрусталиков. В таких случаях их заменяют искусственными. Правый глаз прооперировали сразу, как только узнали диагноз. Долго собирали деньги на следующую операцию, однако сделать ее не успели. В их родном зимогорье Луганской области начались боевые действия. Бу, да, да. Своими автоматами, пистолетами, пушками, бомбами бросаются. Аж просто умирают дети. Зрение Стасу должны были поддерживать специальной терапией. Но нехватка медикаментов и квалифицированной врачебной помощи заставили семью уехать из дома. Это фото последнее, сделанное в родном доме блыщиков. Все, в принципе, что у нас было, нажитое, мы, как мой муж говорит, сложили в четыре сумки и уехали просто с дому. Все накопления семья потратила на обустройство в Харькове. Тем временем зрение у мальчика начало быстро слабеть. Нужна была срочная операция. Если зрение упадет, то нет смысла ставить хрусталик. Обратились в фонд помощи Рената Ахметова. Увидели по телевизору ваш сюжет и решили обратиться. Для нас это была большая надежда. В гуманитарном штабе Рената Ахметова отреагировали мгновенно. Фонд взял на себя обеспечение операции этому ребенку повторной. На второй глазик сумма помощи составляет 13 тысяч гривен. Справа. Слева. Первый же день после операции Стас увидел аж седьмую строчку в таблице. Как результат у вас? Классный. Результатом мы довольны. 70% зрения это достаточно много. После 20, которые у нас были. Спасибо фонду Рената Ахметова. Спасибо, что помогает всем деткам. Не бросает такой сложной жизненной ситуации. Врачи говорят, что и такая острота зрения не предел. Стас может видеть еще лучше, когда мозг адаптируется к новой картинке. Сегодня на 70%, завтра будет 80%, завтра будет 100%. То есть тут результат прогнозируем. Он прогнозируем сразу, заведомо на успех. За год работы гуманитарного штаба помощь на операции и лечение получили уже почти две тысячи взрослых и детей Донбасса. Ольга Лостовецкая, Владимир Конопля, телеканал Донбасс. Под опекой гуманитарного штаба также находятся восемь детей, которые пострадали в результате обстрелов Донецка и Синоваты в течение последних двух недель. Как они чувствуют себя сейчас, нам расскажет Ирина Темиркова, руководитель направления адресной помощи гуманитарного штаба Рината Ахметова. Здравствуйте, Ирина. Ирина, каково состояние детей сейчас и что говорят врачи? На сегодняшний день трое детей, которые пострадали в Донецке, в результате того, что они нашли снаряд, который разорвался у них практически в руках, они находятся все в Донецкой травматологии. Двое из детей находятся сейчас в реанимации. Один мальчик переведен в обычную палату. Двое ребят 12 и 13 лет, они сейчас в достаточно тяжелом состоянии, находятся в реанимации. У них, к сожалению, произошла ампутация конечностей, ручки, ножки. Кроме этого, мальчик, который сейчас находится в обычной палате, у него ампутация нескольких пальчиков на руках и чувствует он себя удовлетворительно. Гуманитарный штаб доставил все необходимые медикаменты. Кроме этого, очередная партия медикаментов планируется до конца этой недели. Также под нашим сопровождением находится горловская семья. Мама погибла, к сожалению. Ребенок также находится в травматологии. И через месяц ему планируется дорогостоящая операция по установке пластины, титановой пластины в череп. Кроме этого, совсем недавно после обстрела поселка Октябрьский в дом семьи, где находятся двое детей с 6 и 14 лет, попал снаряд. Слава богу, дети не были ранены, но девочка была контужена, мальчик очень испуган. Этим детям мы организовали комплексное медицинское обследование. И сегодня эти дети занимаются с психологической службой штаба. Совсем недавно мы снимали Алексея Агапина из села Воздвиженка Донецкой области. Давайте посмотрим видео. И я знаю, что вы оплачивали ему протез. Расскажите эту историю. Что говорят врачи? Что говорят, будет ли он дальше полноценно чувствовать себя? И работали ли с ним психологи штаба? Да, психологи штаба с мальчиком сейчас начинают только свою работу. Дело в том, что об этом мальчике мы узнали не сразу. И, к сожалению, в принципе, о детях нам не всегда удается узнавать оперативно. Вот сейчас вы видите, ребенка на ЖД вокзале встретил сотрудник гуманитарного штаба. Мы его сразу же отвезли в мастерскую по изготовлению протезов, где у него сняты замеры. И, согласно данных замеров, через месяц уже ребенку будет изготовлен специальный протез. И мальчик сможет полноценно посещать учебное заведение. Об этом ребенке мы узнали сами, по какой причине мы стали звонить всем городским и областным педиатрам, для того, чтобы выявить всех тех раненых детей, о которых мы, возможно, не знаем. Сколько с начала боевых действий на Донбассе, по вашим данным, пострадало детей? Сейчас мы можем говорить только о тех детях, которых мы сопровождали. На сегодняшний день под сопровождением штаба находится 89 тяжелораненых детей. Это очень большая цифра. По обе стороны линии разграничения? По обе стороны линии разграничения. Да, мы этих детей находим сами. Некоторые звонят на горячую линию штаба, некоторых детей мы находим сами. Мы звоним городским педиатрам, мы звоним в больнице. Если мы видим в средствах массовой информации или просто где-то узнаем информацию о том, что произошел обстрел и тяжелораненые дети, мы сами выходим на семьи, на врачей и пытаемся оказывать помощь и поддержку. Ира, я и мои коллеги не раз снимали детей, когда врачи говорили, что нет шансов, ребенок не будет ходить или ребенок не будет видеть. Но, тем не менее, проходило несколько месяцев, вы помогали в лечении, вы помогали с расходами на операцию, либо протезирование, и буквально случалось чудо. Вот последняя Катя Шахова история из Авдеевки. К счастью, есть такие случаи. У нас есть детки, которых мы сопровождаем и которые, слава богу, выздоравливают, у них все хорошо. К примеру, Катя Шахова, это девочка, которая, Авдеевская девочка, которая выпала из балкона совершенно случайно. И у нее был полный перелом позвоночника, а также пострадали ножки. Врачи не давали прогнозов, мы сопровождали девочку медикаментозное в лечении, а также мы предполагали, что нам придется приобретать инвалидную коляску активного типа этой девочки. Но, слава богу, этого не случилось? Этого не случилось, девочка сегодня уже находится дома, она уже ходит, и даже вот на этой неделе ее мама радостно позвонила в штаб и сказала, что девочка села на велосипед и каталась с друзьями на велосипеде по улице. Это для нас большая удача и большой успех. И расскажите, кроме помощи раненым деткам и кроме помощи пострадавшим деткам, ну, по каким-то, да, вот в случае с Катей Шаховой это был несчастный случай, вы оказываете помощь тяжелобольным детям и взрослым также с хроническими заболеваниями. Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие на данный момент действуют программы? В штабе на данный момент действуют программы. Первая программа – это дети войны, раненые дети, это помощь раненым мирным взрослым, это доступность инсулина детям в зоне АТО, это кардиопрограмма, когда жители Донецкой и Макеевки могут бесплатно получать медикаменты в аптеках города Донецка. Кроме этого, мы поддерживаем людей, которые нуждаются в сложных операциях, начиная от таких операций, как аппендицит, это врожденные поруки сердца для детей. Сегодня, к сожалению, за счет бюджетных средств не поддерживается такая программа, как обеспечение детей окклюдерами, детей Донецкой и Луганской области. Это очень дорогостоящие операции, и мы приобретаем эти окклюдеры. Ну, и я знаю, что вы уже подводили какие-то итоги, да, в течение года. Скольким людям в направлении адресная помощь была оказана эта помощь? Помощь на сложное лечение и операции на сегодняшний день получили 4910 человек. Если к этой цифре добавить еще адресную доставку продуктовых наборов людям, которые не в состоянии прийти на пункт, получить этот набор, а также адресная помощь предприятий группы СКМ, общая численность людей составляет 20 тысяч человек. Спасибо. О том, как и кому помогает адресный гуманитарный штаб Рината Ахметова, нам рассказала руководитель одного из направлений штаба Ирина Тимирко. Спасибо.